Всем привет! Сегодня мы поговорим о психологии, базовая информация психологическая. Я вижу в комментариях, что таких запросов немало, точнее, когда я поднимаю такие темы, у меня очень много откликов приходит в комментариях или в личных сообщениях на почту. Люди, скажем так, просвещаются, интересуются психологией, узнают лучше себя. Эта информация просто полезная для каждого человека, для себя, да. Чем эта информация поможет? Мы сегодня просто поговорим по классической классификации психотипов. Вы все это можете погуглить в учебниках по общей психологии за второй курс университета, там это проходит. Чем это полезно? Узнать себя лучше, узнать свой психотип. Сразу скажу, психотипы, как правило, смешанные. Вообще, последние года 3-4 в научной среде психологической, в научных журналах вы можете почитать, есть очень много споров, придерживаться старой классификации, классической, научением, которые у нас есть, или миксовать их. Я за микс 100%. Поэтому сейчас есть такое направление в психологии, когда психологи используют разные школы, применяют разные методики и техники в своей работе. Не только, вот, например, ты закончил только гешталь, ты работаешь только в гешталь, ты работаешь конъективно по визжинистическому направлению, ты, наверное, в другой какой-то терапии, не в вашей психоанализе, ты миксуешь все это. Для этого надо обладать обширными знаниями, естественно, всегда улучшаться, усовершенствоваться, перелопачивать. Очень много новых статей научных, которые есть открытие, но это очень интересно и полезно. Так вот, и по психотипам личности хочется отметить, что они смешанными бывают, да, в основном они смешаны, сейчас все приходят к этому, то, что ты не четко, ярко выраженный один психотип. У тебя преобладают качества какие-то, но также еще могут быть в меньшей степени психотипные качества какого-то другого раздела. Следующее. У вас есть в интернете очень много различных тестов. Можете себе тест на психотип личности на определение, пройти сразу несколько разных, чтобы была более оптимальная информация. И вообще психотип, скажем так, устанавливается, фиксируется. Это информация, это мое второе высшее образование, это HR, набор подбора персонала в управлении госслужбы. И это вот орудование HR. Психотипы устанавливают при приеме на работу, различные HR устанавливают к какой-то классификации охране труда, в общем, какая специализация, какой должен быть психотип человека, который бы подошел на эту работу, на эту должность, там какие-то перспективы, задания и так далее. Поэтому психотип можно установить по тестированию, но комплекс она правильно и емко. Это работа с психологом в ходе беседы, тестирования и задания, задавания четких вопросов. Будет как бы вердикт какой-то психотип. Либо вот HR, прием на работу, психологи, которые в структурах различных работают. Короче, тестирования это маловато, я к чему в беседе и в четких вопросах это можно понять гораздо лучше. И вообще, короче, на самом деле психотип составляется вот так. Это не так, что я прошел тесты, у меня вот один психотип, вот я такой человек, типа вот от этого пляшем. Чем это может быть полезно для вас? Это информация, которую я сейчас буду рассказывать. Зная свой психотип или смешанный свой психотип, скорее всего, будет больше процентов смешанных, конечно, не ярко выражено, это пореже бывает. Вы можете подбирать под себя деятельность, работу, хобби, увлечение в своей жизни, над этим подумать. Да, что вам больше подходит, как правильно применить свои знания какие-то вот по вашему психотипу, по вашему поведению, по вашим реакциям. Подобрать для себя более комфортную среду, партнера, отношения, взаимодействия с людьми, работу, профессию, сферу деятельности. Короче, вообще вот вашу жизнь, если вы будете знать эту информацию, вы можете более плодотворно составить. Если вы, например, жили по установкам ваших родителей, учились в институте или по той профессии, которую выбрали родители, или общество, или какой-то член семьи, вы понимаете, да, не по вашему желанию, если очень многое происходит. Вот первый шаг для установки своих желаний, интересов, чтобы их сопоставить с тем, какая я личность, какой я человек, узнайте свой психотип и подберите. Может быть, скажем так, по классификациям вы поймете, что вообще занимаетесь не тем, делаете не то, живете ни с чем человеком. И, по сути, вот здесь можно уже что-то начать менять, чтобы стать чуточку счастливее, чуточку реализованнее, чтобы мне моя работа или деятельность больше нравились. В общем, это хорошая база для каких-то устремлений, начинаний, перемен в своей жизни. Вот кто на этом пороге сейчас стоит, что я хочу что-то поменять, изменить в своей жизни, начинаем с этого, с этой базы. Так что давайте приступим. Вообще, что такое психотип? Психотип — это основа и база нашей психики. Это бессознательные установки личности. Это некое ядро, которое формируется в человеке до трех лет. Психотип — это наша суть, это наша основа с набором сильных и слабых сторон и качеств. Это положительные, отрицательные моменты в нас. То есть вот это вот стержень, основа личности, наших качеств, наших реакций, нашего поведения. То есть вот это просто база. Первый, давайте, просмотрим, это истероиды. Это психотип личности, который характеризуется наличием у человека эмоциональной восприимчивости и склонности к выражению своих чувств и эмоций. Такие люди очень заботливые, они имеют высокий уровень социализации в обществе, они легко контактируют, они очень общительные, теплые, легкие, на подъем приятные. Они легко устанавливают социальные контакты с окружающими. Они, знаете, такие люди, которые находят общий язык с людьми и знают, в какой момент, когда что нужно сказать, как среагировать, эмоциональные. Но также этот психотип, эти люди могут быть склонны к эгоцентризму, самолюбию, и они стремятся к тому, чтобы быть в центре внимания, получать похвалу, удовлетворение от внимания людьми к своей личности и персоне. Поэтому они выходят на контакты, да, то есть они такой пуп земли, центр, поэтому они и делают какие-то действия для того, чтобы их замечали, им давали внимание. Истероиды могут обладать высокой чувствительностью к красоте, эстетике какой-то, аспектом жизни. Они очень часто являются людьми творческими, тонкой душевной организации, способными к самовыражению, к отслеживанию своих чувств, процессов психических своих, да, в организме. Они могут проявлять большой интерес к моде, красота, стиль, визуал, искусство, очень часто стремятся к тому, чтобы выглядеть очень привлекательно. Для них важно эффектно быть привлекательным, привлекать внимание к своей личности, быть стильным. Вот такие люди очень часто себя преподносят красиво, правильно, знают, как это делать. Также истероиды могут проявлять повышенную тревожность и могут быть очень неуверены в себе и быть склонны к неустойчивому настроению, переживаниям. Часто перепад настроения, смена настроения, что вот к творческим личностям часто, да, относятся. Такие люди, работая над собой, научатся контролировать свои эмоции и будут стремиться более к устойчивому эмоциональному состоянию и фону. Они могут достичь очень большого успеха в жизни, во взаимоотношениях с людьми, в творчестве, в карьере, что с визуалом, с модой, с активностью, проекцией внимания на себя связано. То есть это вот стезя этих людей. Но тревожность, повышенная неуверенность, нам надо брать это под контроль. Вот это такие, да, небольшие рекомендации этому типу. Далее. Эпилептоидов. Это один из базовых вообще психотипов личности, чаще всего встречающийся, который характеризуется склонностью к порядку, к правилам, к дисциплине. Люди с этим психотипом обычно очень целеустремленные, они знают, чего они хотят, они дисциплинированные. И также они предпочитают жить по определенным канонам, правилам, расписанию, по графику, по ежедневнику записывать, да, следовать привычкам, регулярной какой-то деятельности, заниматься физической регулярной работой, типа там тренировки, спортзал, которые не пропускают, да, которые всегда не опаздывают, идут на работу. Вот это вся история, да. Эпилептоиды обладают высокой организационной способностью и ответственностью. То есть они могут быть хорошими руководителями, менеджерами, управленцами, они умеют управлять собой, жить по графику и управляют другими людьми в том числе. Они ценят порядок, стабильность, они не любят перемен, они не любят неожиданности, внезапности какой-то, смены плана. Но они могут быть также склонны к некому консерватизму, маленькая у них мобильность, они не способны адаптироваться к новым условиям, экстремальным каким. Потому что для новых экстремальных моментов им нужно привыкание, им нужна адаптация. Пока они возьмут всё под контроль, сделают какой-то график, и тогда они контролируют ситуацию, нормально входят в поток в этот. Люди с этим психотипом обычно не проявляют сильных эмоций и чувств, они закрытые, как правило. Они могут казаться холодными, отстранёнными, но просто они по графику. Они не проявляют эмоции, эмоции не в их графике просто. Но это не означает, что они безэмпатичные, вообще безэмоциональные. Просто они не проявляют своих эмоций так открыто, как предыдущий психотип, например. Но внутри у них, конечно же, есть эмоции, переживания. В общем, они такие же люди, как и все, не бездушные. И в целом эпилептоиды могут быть очень успешными, эффективными. И если им удастся найти работу и деятельность, которая подходит им. График управления, менеджмент. Если они найдут себе партнёра, который это принимает и готов жить по графику или с управлением, тоже комфортно, очень хорошая будет семейная жизнь с ними. Они обычно лучше всего себя чувствуют, когда могут работать в стабильной, организованной среде. Есть определённые правила, регламенты. Так и в семье правила, какие-то привычки, устои, график. Этим людям всё это комфортно, и с ними тогда конфликтов, проблем нет. Это один из базовых психотипов личности, который характеризуется к склонности, к подозрительности и к манипуляциям. Люди с этим психотипом обычно охотно стремятся к достижению цели. Они властны, я бы сказала, да. И даже если для этого им приходится использовать манипуляции, оказывать давление, спекуляции различные, они за этим не постоят. Они будут это делать, потому что их цель важнее, она первична. Также эти люди обладают высокой уверенностью в своих силах. Они умеют убедительно выражать свои мысли, чётко говорить, сильно говорить, какие-то фразы нужные подбирать, чтобы быть в центре внимания. Они очень любят проявлять повышенную ревность какую-то, да, охранять свои личные границы или охранять своё любимое что-то. Это работа, это коллегия, это любовь, отношения. То есть они очень любят их, охраняют свои достижения, поэтому критику очень трудно воспринимают или вообще не воспринимают какую-либо критику. Также они могут быть очень эффективными в достижениях своих целей, потому что я вот вижу цель, не вижу препятствий, это про них. Потому что они обладают высокой мотивацией и уверенностью в своих силах, в своём будущем, в своей цели. Вот всё, идёт напролом такой человек. Но они могут быть склонны к манипуляциям и использованию других людей, достижения своих целей, да, к неким тёмным играм, двулечию, к излайтингу в том числе, различные моменты такие. Будьте с ними, конечно же, осторожнее с такими людьми, особенно в работе. Такие люди могут достичь большого успеха вообще в жизни, в работе, если они научатся контролировать свои эмоции и не забывать про эмоции других людей, потому что они холодны и менее эмпатичны, чем другие примеры, которые были. Они должны помнить всегда о значимости этики, каких-то моральных нормах в общении с людьми, с близкими, с окружающими, или в коллективе в работе. Потому что они могут идти напролом через людей, не думая их в чувствах. Следующий психотип — это шизоиды. Это тоже один из базовых часто встречающих типов личности. Они характеризуются склонностью к уединению, мечтательности. Но люди с этим психотипом обычно предпочитают уединяться и впадают в свои вот эти, знаете, мысли, мечты, творчество, фантазии. Любопытства у них очень много. Это хорошие фантасты, писатели, люди, которые создают какую-то новую информацию, контент какой-то, да, они придумывают очень много нового. Шизоиды обладают высокой чувствительностью, тонкой душевной организацией. Они могут легко впасть в состояние уныния, грусти, в эмоции свои, в глубокие размышления, вот опять же повторюсь, в мечтательность, о мире, о философии. Вот философия, писательство — это вот эти люди. Они очень хорошо в этих процессах купаются, скажем так, существуют, но не всегда могут хорошо выражать свои мысли, свои чувства. Они могут быть в смятении, они могут казаться людям немножко отстраненными, в себе закрытыми, странными где-то, да, на своей волне про таких людей мы можем услышать. Люди с этим психотипом могут быть очень творческими, инновационными, вот про прогресс, про инновации, про всё новое, про фантазии. Они могут принять свой уникальный взгляд на мир, приложить его к исследованию, к новой концепции, ну, короче, философия, писательство, что-то новое. Это может быть технически какие-то направления, но это всё про новизну, про изобретения какие-то. Эти люди имеют склонность к углублённому изучению определённых тем, которые им интересны. Им это позволяет достичь большого успеха в каких-то сферах, ну, технических, это инженеры, при этом научные сотрудники. Вот всё, что про новинки, про изучение, что-то новое. И шизоиды просто могут достичь больших высот в своей жизни, если они начнут научиться более открыто выражать правильно, конструктивно свои мысли доносить до людей, да, свои вот эти фантазии переводить в слова. И они тогда смогут найти баланс между чувствами своими, мыслями и внутренними переживаниями и внешним миром. То есть они должны помнить о значимости общения с людьми, потому что они очень закрываются уход от своей фантазии, не забывать о каких-то технических, коммуникативных моментах. И этим людям нужна помощь и поддержка ближних, окружающих, контроль со стороны, поддержка, забота близких, участие. Мы вспоминаем психотипы, которые были ранее, кто может быть в тандеме, например, с этим психотипом в личной жизни, да. Вот для чего, по сути, да, это видео я снимаю, для того, чтобы у вас была информация, вы могли себе правильнее выбрать партнера, профессию, деятельность какую-то. Это очень интересные люди с большим потенциалом творческим, но которые периодически уходят в себя, или им очень трудно свои вот эти открытия, инновации перефразировать и доносить до людей, выражать. То есть у них в голове огромные мыслительные процессы, интересные очень проходят, философские, новые, прогрессивные. Но донести это до вне, до людей, чтобы это приобрело какую-то конкретную окраску, чтобы это потрогать, почувствовать, реализовать, можно было довольно-таки трудно. Эти люди вот в фантазиях летают, плохо выражают свой вот этот огромный мыслительный процесс, который у них есть. Следующие у нас — это гипертимы. Они обладают высоким уровнем энтузиазма, оптимизма. Они могут быть очень быстро переключаемыми с одной задачи на другую, быстро адаптируются к изменяющимся обстоятельствам. Это тот, кто в критической ситуации быстро соберет тревожный чемоданчик, выбежит и знает, что делать в любой ситуации. Они обычно являются лидерами в своих каких-то проектах, в группах, в работе, в коллективе, в классе, например, в группе, в институте. Они могут быстро принимать решения и действовать в условиях высокой неопределенности, когда другие люди могут растеряться, потерять все, потерять себя и замерзнуть со своей реакцией. Эти берут все сразу же, как рыба в воде, в экстриме каком-то. Среди известных людей, кстати, кто могут подходить к этому психотипу, очень ярко выраженные. Это типа Илон Маск, Ричард Брэнсон, Роберт Дауни-младший актер, Робин Уильямс. То есть это такие знаменитости, да, они импульсивные, открытые, всесторонних, много всяких увлечений. Они про экстрим, про вот эту быструю адаптацию. Они обладают высоким уровнем энергии, они интересы к жизни испытывают, они очень эмоциональные. И это им позволяет достигать больших высот в общении с людьми, в проектах, в карьере, достижения. У них вот эта энергия прям прет, они прям не просто цели дукни как танк, а именно на эмоции они двигаются. Гипертимы могут быть склонны к принятию быстрых, но не обдуманных решений импульсивных, и может это приводить к ошибкам, к неудачам. Они могут иметь тенденцию к переутомлению, избыточной активности, к усталости, выгоранию быстрому. И это может сказаться на их короткой жизни, плохом здоровье, часто болезни сердцем связанных, например, с гипертонией и так далее, и проблемы с окружающим миром. Потому что этим людям довольно-таки трудно найти общий язык, не все успевают за их реакцией, скоростью и рисками. В целом, это неспокойные такие люди, им необходимо учиться контролировать свой энтузиазм и энергию, чтобы избежать перегрузки, чтобы не болеть, не уходить в психосоматику. Они должны быть внимательны к окружающим людям, к их решениям, уважать действия решения других людей. Это им поможет, таким людям избегать своей неудачи, какие-то промахи и быть на плаву. То есть они быстро энергичны, но быстро растрачивают свою энергию. Следующий тип – это эмотивы. Это один из базовых тоже психотипов, которые часто встречаются, характеризуются они уровнем эмпатии. Это добрые, заботливые люди, которые думают о ближних, о людях, о кошечках, собачках. Люди с этим психотипом обычно очень чувствительные, они очень тяжело переживают невзгоды, эмоции негативные других людей, страдания. Они очень быстро распознают эмоции, они знают, кого как надо поддержать, где надо в эмоциональном плане среагировать. Эти люди эмотивные, они обладают высокой степени социальной ответственности, часто занимаются волонтерской деятельностью, спасательством, работой с этой связана, какая-то их работа, благотворительность, какая-то общественная деятельность на благо себя, людей, общества, страны и так далее. Они очень заботятся о своих близких, окружающих людях, они их очень сильно любят всегда, все прощают и всегда готовы оказать помощь, поддержку в трудный момент любому человеку, неважно, какие у них с ним отношения. Не злопамятные, открытые, добрые, от этого очень сильно могут страдать. Отзывчивые, добрые, ранимые и очень доверительно относятся, поэтому этими людьми очень многие могут пользоваться. И они еще всегда стараются помочь тем, кто в тяжелой ситуации или тем, кто нуждается в помощи, у кого есть какой-либо запрос. То есть все люди легко идут на отклик, на любой запрос, но они чересчур много эмоций на себя берут. Все близко к сердцу, все через себя пропускают, любую трагедию социальную в обществе, она как личная для них. Они могут переживать сильные эмоции, испытывать страхи и тревоги других людей, не своих. Они могут привести, это может привести все к избыточному стрессу, негативно сказываться на здоровье человека. То есть это люди, которые сердцем проживают проблемы и все окружающее. Им необходимо научиться искать баланс между своей заботой и заботой о себе. Они о себе, как правило, забывают. Первичное это общественное. Они также должны находить способы управлять своими чувствами, эмоциями, чтобы избежать переживаний, стресса и быть в благополучии. То есть дозировать себя, свою помощь для других. То есть понимать, что весь мир ты не спасешь и от тебя многое не зависит. Это тревожно-мнительные люди. Это один из тоже базовых психотипов. Ощущие встречаются, которые характеризуют себя повышенной тревожностью, беспокойством и осторожностью. Эти люди на кошачьих лапках. Они склонны к перестраховке, постоянному подозрению, переживают о возможных не случившихся проблемах и опасностях, рисках, которые могут их поджидать, которые еще не случились, не произошли, но это уже страшно. И уже надо решать, что же нам с этим делать, хотя проблемы еще не существуют. Они обладают высоким уровнем осторожности, очень часто избегающие, они избегают рискованных ситуаций, они вообще не рискуют на работе, и эта работа им такая не подходит с достижениями, рисками. Они могут быть очень детальными, четкими, точными в своей повседневной жизни или работе. Это хорошие исполнители, которые приведут задание к завершению, но взять инициативу или риски они боятся. То есть это еще помогает находить решение каких-то проблем заранее, до того, как проблемы еще не случилось. Но решение или безопасное решение у этих людей, оно уже заранее есть. То есть это который ко всему готов. Но такие тревожно-мнительные могут иногда страдать из-за своей склонности к тревоге и перестраховке, и вообще впадать в эти страхи и в тревожности, постоянно чего-то опасаться. Это стресс, это раздражение психики, и постоянная базовая неуверенность это мешает в достижении карьеры, денег, любви. То есть они не рисковые, они трусливые. И эти тревоги, они как бы безопасными могут быть, да, и безопасно сшивают люди себя. Но они могут быть критичными к другим или самокритичными к себе, тем самым разрушать свою самооценку. И не оценивать свои качества, таланты, возможности, потенциал свой раскрывать. Они себя недооценивают. Они себя критикуют, недооценивают, не рискуют. И проживают жизнь гораздо, например, хуже, чем могли бы жить ее. Не берут все на максимум от своей жизни, что боятся. В целом тревожно-мнительные люди необходимо им учиться контролировать свой страх, свое беспокойство, свою тревогу, чтобы избегать стресс, сохранить вот этот баланс своей жизни. Они очень должны хорошо находить способы доверять себе, доверять окружающему миру. И должны быть способными, чтобы достигнуть своих целей. То есть им надо побороть кучу страхов. И они сами своими руками ограничивают свой потенциал, в себя не верят. Им проще побояться перестраховаться, чем идти на какие-то риски. Следующий психотип – это депрессивно-печальные люди. Это характеристика людей этих. Они склонны к грусти, печалью, унынию. Они могут быть чувствительными очень. Их только не тронь, они уже плачут. Они очень эмоциональны. Они склонны к глубинным размышлениям и философии, внутренним переживаниям. Но они у них внутренние. То есть это очень на острие эмоций. И эмоции страданий, переживаний, слёз, вот всего этого. И депрессивно-печальные люди могут иногда страдать из-за своей вот этой склонности к грусти. То есть я грущу, потому что я грустный. Я грущу, потому что я вот такой весь унылый. Их постоянные эмоциональные переживания, они могут приводить к депрессиям. Люди очень склонны к депрессиям, заболеваниям таким. Негативно сказываться на здоровье, вообще физическом, социальном контакте с людей. Потому что окружающим не очень хочется общаться с такими нотиками в депрессии, с лизиевыми людьми. Это очень трудно. Они такие тяжёлые эмоционально. Они могут быть склонны к избыточной самокритике, недооценке своих достижений, каких-то качеств, потому что они видят в основном страдания за всем абсолютно, любыми проявлениями. А в целом депрессивно-печальные люди, им необходимо учиться управлять своими эмоциями, и вот находить баланс, чтобы не уходить в депрессию, закрываться, не страдать, то есть вообще не уходить от внешнего мира, и, например, не видеть только негатив, только страдания, только ужас, одни минусы. Они должны находить в себе силы, доверять себе, окружающим людям, верить, например, в себя, подталкивать к себя чему-то, потому что им проще закрыться, ограничить свой потенциал и ничего не делать, а грустить и страдать. Вот сложить руки, ну всё плохо, лучше никогда не будет, мы все умрём. И этим людям очень важно находить время для занятия вещами, которые приносят радость, удовлетворение, какую-то энергию, стимул, интерес. Это будет помогать наслаждаться жизнью, быть позитивными, то им надо максимально переключаться в какую-то приятную деятельность. Если они не будут в это уходить, они закроются вообще в своей, назовём так, депресснике и вообще уйдут в это с головой, и оттуда вообще вылазить не будут. Так и будут проживать свою жизнь вот в этих нытье и страданиях, вот так скажу. Это очень тяжело, ну вот так. Вот такая классификация, которую я вам сегодня представила. Надеюсь, что кто-то себя здесь увидел ни в одном качестве. Полезная очень информация. Наслаждайтесь, используйте, пересмотрите видео снова, послушайте, что-то себе запишите. Это очень полезная информация, она поможет вам менять свою жизнь к лучшему, взять какие-то аспекты, пройти, может, дополнительные тестирования, поменять что-то и понять, какая у вас акцентуализация типа личности, вашего характера, что вам интересно, или, может быть, оцените, что вы, например, сейчас делаете не так в своей жизни, на что можно переключиться. Так что спасибо за внимание, ставьте лайк, если видео вам понравилось, буду признательна, распространяйте в соцсетях, пишите комментарии под видео, какой вы психотип, мне очень интересно. Если вы хотите прислать вашу историю для анонимного ответа на канале, разбора в инфобоксе под видео «Моя почта», пишите туда «История от анонима». Индивидуальная консультация со мной как психологом, также на почту тема «Письма консультация». Хотите поучаствовать, получить 4 видео лекции о здоровых отношениях, пишите также на почту, я вам дам доступ в закрытом телеграм-сообществе. До новых встреч, скоро увидимся, всем пока!